Всем привет! Это новость из цветочного балкона Алены. Сегодня в главной роли вот такой вот красавец. Красавец, потому что эта миниатюрная фиалка называется Gleeful Elf. Я уже показывала ее в прошлом году, своего радостного эльфа, но цветение этого года значительно лучше. В прошлом году была, конечно, пара цветоносов, но в этом году и шапочка более ровная и, конечно же, более пышная. И цветоносов больше, и я просто в восторге от этих голубо-сиреневых с зеленой каемочкой розочек. Ну, просто идеальная миниатюрка, как для меня. Я налюбоваться на него не могу. Вот такой у меня эльфик. И еще у меня расцвели три стриптокарпуса. Вот это селекции Dimetris, розовые сны. Первое цветение, и пока оно непонятное. Такие вот цветочки какие-то очень кучерявые. Внутри набиты, там есть какие-то небольшие лепесточки, есть какой-то, как будто пестики-тычинки. И причем каждый цветочек изогнут и набит по-своему. Но посмотрим, как будет со вторыми цветоносами, когда растение чуть-чуть подрастет. Может быть, будет как-то более понятно, пока я даже не знаю. Наверное, мне все равно нравится, потому что сочетание красивое бледно-розово-малиново и вот этой зеленой каемочки. Ну, в общем, вот такие вот у нас розовые сны. Вот этот даже как махровый смотрится, потому что весь центр цветочка набитый такой. Милый, но надо наблюдать. Вот что мне в стриптокарпусах не очень нравится, это то, насколько у них некомпактные розетки. Видите, она вроде как в одной плоскости расположена. То есть, хорошо для узких подоконников, но с другой стороны, посмотрите, какой размах листьев даже у молодого растения, сколько места надо. Это, конечно, проблема. Если их там начинаешь как-то друг за дружку цеплять, они все равно могут падать. Так что размещение стриптокарпусов это вот единственный их недостаток, как по мне. Но вот следующий розовый цветок, он менее подвержен этой напасти, потому что розетка у него гораздо более компактная. Видите, листья у нас шире, но не такие раскидистые. Мне такая розетка нравится гораздо больше. И это у нас Роксолана, тоже селекция Диметрис. И вот она мне очень напоминает Орхидейку. Просто вот Фаленопсис. У меня Орхидеи, к сожалению, нету, но зато у меня есть Роксолана. Посмотрите, какие цветочки. Это тоже первое цветение. Цветочки не открытые. Надеюсь, вы видите, как выглядит. Один цветок в соцветии. Пропадаем ли мы там в камеру. Вот они какие. Хорошенькие. Вот этот мне определенно очень нравится. Надо посмотреть. По-моему, может быть, у них и Султан есть. В каталоге Диметрис. Этим я очень довольна кустиком. Ну и третий растетший это Дээс Крейзи. Он меня уже и в прошлом году радовал. Вот, здоровый. Посмотрите, какой у него лист. Мы не помещаемся просто в кадр. Это реально, я не знаю, как две мои ладони. Абсолютно гигантские. У него очень резные. Наверное, надо даже как-то отъехать. Потому что иначе вы не увидите растения. Да, вот так. Вот такие у него очень рюшастые. Очень изысканной формы цветы. Красивые. Красивые. Очень красивые. Причудливые. Так что действительно крейзи. Но меня пугает вот этот жуткий размер. И мне кажется, мне надо его пересадить. Потому что вот здесь вот уже, видите, старый лист. Он начинает желтеть. Это первый признак того, что он старый. Но растения, у него не так уж и много этих листьев при таком-то размере. В общем, думаю, что надо ему на размер горшочек побольше найти и перевалить. Вот такие у меня три кустика добавились в мою цветущую коллекцию. Также меня порадовало цветение мой розовый гибискус. У меня их четыре. Алый махровый. Розовый простой. Кремовый простой. Вот он тут, кстати. Набирает бутончик. И который я уже показывала. Такой более яркий желтый с красной серединкой. Иногда он дает махровые цветы. Иногда простые. В зависимости от того, устало уже растение или нет. Но что радует, что очень много бутончика в этом году заложили гибискусы. Теперь хочу вам показать два сорта. Вот здесь слева стоит у нас эскадо-магнетизм, который я показывала вам уже в прошлый раз. Вот так сейчас выглядит этот куст. Посмотрите, какая обалденная шапка цветов. В каком цвету растение. Но самое смешное, что показать я вам хотела его сравнение с вот этим кустиком. Это франек. Вот причем, когда я сейчас смотрю на экран камеры, конечно же, у франека гораздо более желтенький язычок. Но когда я смотрю на молодое растение, на молодые цветы эскадо-магнетизм, тут тоже достаточно много желтого. И в жизни они очень и очень похожи. Ну вот разве что у этого цветочка более, пожалуй, изысканная форма самого соцветия. Мне больше нравится. А у франека мне больше нравится контрастность цветов. Конечно, я их все равно оба люблю. Но приходится очень внимательно смотреть, чтобы, не дай бог, с горшков не поотлетали этикетки. Все остальные сорта я и так отличу. А с этими могут быть проблемы и пересортиться. Но посмотрите, какие шапки цветов выдают стриптокарпусы. Это просто нечто нереальное. И, наконец, еще один трудяга. Это не такой совсем молоденький. Это Рокко Барокко. Самое смешное, что мой большой куст, Рокко Барокко, который у меня уже года три, по-моему, он еще не цветет. У него там пара цветоносов заложены, но еще не цветет. А вот этот вот отсаженный от него детка, который я бы хотела продать, потому что места уже катастрофически не хватает. У меня много где-то Рокко Барокко как-то расплодилось. А она вот уже зацвела. Так что пока смотрите на одиночные цветочки этого сорта. А потом, надеюсь, и материнское растение подтянется. И покажу вам уже этот сорт во всей красе. Потому что он очень хорош тем, что взрослые растения, они цветут еще абсолютно такой шапочкой. За что я люблю этот сорт. Но вот все сорта кабановая и трофиминка, они отличаются тем, что очень хорошо держат шапочку. А вот так вот меня порадовали оба моих гибискуса. Жалко, что никогда не удается добиться того, чтобы все четыре расцвели одновременно. Но зато они цветут по очереди. И вот так вот по очереди украшают мой балкон. Ну и, наверное, три последние хвостушки. Три последние красавицы для этого видео. Начнем мы вот с этой. Это Кика. Очень интересный такой персиковый верхний краешек. И в сочетании с бордовым язычком. Бордово-желтым. Такой, я бы сказала, цвет припыленной розы. Тоже селекция Клещинский. По центру у нас трептокарпус, которому я питаю слабость. Потому что это сорт Диметрис, который называется ДС Лена. Как я могу не любить свою тезку? Вот такие очень резные, очень решастые цветы. Весь в прожилочках, в оборочках. Кокетливый такой сортик. Немного махровый. Такой, я бы сказала, полумахровый. Серединка прикрыта. Прелестно. Прелестно. Ну, а третий куст, наверное, один из самых нежных в моей коллекции. Это снова польская селекция. Клещинский. И это Ренния. Сочетание розового с желтым. И вот этот рюшек по краюшку. Ну, просто прелесть. А вот у него горлышко чуть более темненькое. А потом сплошная пастельная нежность. Вот так один за одним раскрываются мои красавицы. Балкон мой становится все красивее и красивее. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите мне, какие сорта вам понравились больше всего. И есть ли у вас трептокарпусы. И до следующих цветочных видео. До следующих репортажей с моего балкона. Спасибо всем. Пусть ваши растения радуют вас цветением и будут здоровыми. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»